Книга «Открытым оком». Тема «Праздники». Том 18. Вопрос 3199. Почему поздравляет возле храмов с усекновением Иоанна Претечи 11 сентября? Какой же это праздник, если произошла трагедия? И что мы можем для себя извлечь из этого события? Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Спишем на невежество. Праздника нет никакого, а есть памятная дата, условно взятая, придуманная монахами, и день назначен постным. Там, где по-мирскому трагедия, там по-христиански, если мученик был до конца верен, есть торжество победы, увенчивание героя веры. Иакова 1.12. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Откровение 2.10. Иоанн был обезглавлен тираном не за постную жизнь в пустыне, не за хламиду бедную, а за язык. И не погрешим, если скажем, что это есть день отсекновения языка, обличавшего безумство царя. Не так много было даже в Израиле тех, кто жил не одним днем, а видел и будущее, и не боялся сильных мира. 1 Коринфянам 1.27. Иоанн Креститель наполнил голосом своего обличения Вселенную. Голос его звучит и ныне во всех стах мира, осуждая развращенность знатных и любых. Святые, как ни раз было, при отрезании языка их говорили ясно и четко и без языка. 30 июля, полихроний. Он сказал палачу-правителю, парминью, кавычки открыты. Вот я без языка и говорю, а ты и с языком нем. 12 августа. Фотий и без языка ясно говорил. Главная черта характера Иоанна, приведшая к сегодняшнему событию, бескомпромиссность, то есть антисергианство. Он не мог не знать пророков, прошедших уже перед ним, и что они претерпели за язык. Но путь, избранный им, вел его только вверх. Он бескомпромиссно выжигал обнаруженную проказу. Полагаю, что слова сии были ему в помощь, быть верным до конца. Иезекииле 3, с 18 по 19 стихи. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его. От рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Здесь воистину к месту будут слова Иоанна Златоуста, кавычки открыты. Если хочешь быть подражателем Иоанна, пойди и обличи тирана, и получишь венец, кавычки закрыты. И если сегодня день поста, то не по случаю смерти Иоанна, а о том, что мы, ох, как далеки от него, и лицемерим, говоря, в кавычках, Великий Иоанне, предтечи Господь, моли Бога о нас, кавычки закрыты, лучшее празднование святому – это подражание ему, филиппийцам 3.17. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Полезно рассуждать о поражениях своих, чужих, приобретая опыт, им не помог триумф головокружения, сумели с легкостью свой шанс прохлопать. Итог подбить нам рано или поздно, придется по частям и в общей сумме, проявятся все кухонные козни, Хотя свой ум казался очень умным. Нам поражения охлаждают пыл, страсть прогорает, и жуем объедки. Какой же простофилий прежде был, стыд за меня потомкам, дальним предкам. Страх Божий, ограждение и на крыше, сумел бы намертво пророка закрепить. Кульбит нам прежнее соделывает бывшим, помог оглохнуть, стать вполне слепым. Уроки поражений живо вразумляют. Трезвея охолоняем вредный жар. К раскаянию не раз вели гулявых, ведь поражение тоже Божий дар. Обесноватых, одержимых молим, победу одержавшего Иисуса. Напоминаем дьяволу, как он остался голым, без привлекательности до беспредела гнусным. От поражения в войне урога двойне, плен вавилонский душам очищения. Бог переплавит свой народ в огне. Не мстите за себя, я, Бог, и мне отмщение. Но польза только там, где с нами Бог, открывшийся в кусте неаполимом, своим приверженцем намащивает рог, сосуды делает звенящими из глины. Смерть царствует покуда и повсюду. Христос ей на Голгофе вырвал жало грех. И в поражении ее спасение добудем. Там губы смертных еще наполнит смех. 05, 08, 06. Игнатий Тихонович Лапкин